Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем изучать нейросети. И сегодня мы с вами рассмотрим такой фильтр для Photoshop Tapas Photo AI, который может работать как приложением к Photoshop, так и самостоятельно. Работу свою он осуществляет при помощи интеллектуальных нейросетей. И он умеет делать три замечательные вещи. Снижать шум на фотографиях, увеличивать резкость и увеличивать размер изображения. Делает он это все очень здорово, очень круто. И сегодня будет краткий обзор плагина Tapas, а сейчас немного полезной информации для тех, кто только к нам присоединился. Если ты впервые на моем канале, пару слов о нашем сообществе. Переходи в группу в ВК или в Инсту, там тебя ждет подарок, два набора пресетов. Для твоего удобства, все видео на канале расположены по тематическим плейлистам. В телеграм-канале анонсы, помощь в установке программы приложений по фотографии и живой динамичный чат. В группе ВК ты можешь размещать свои фотографии. А на канале Яндекс.Дзен видео выходят немного раньше, чем на площадке Ютуба. Ну а если ты хочешь стать обладателем моих самых любимых и крутых пресетов, то в обмен на небольшой донат ты получишь доступ к пресетам уровня PRO и дополнительным секретным материалам. С описанием пресетов PRO и примерами обработки можно ознакомиться в моем инстаграм или в группе ВК. Все необходимые ссылки находятся в описании к этому видео. Добро пожаловать на канал Творческих Тебе Высот и поехали! Итак, друзья, как вы можете заметить, этот плагин стоит 199 долларов и сейчас он реализуется со скидкой и стоимость его составляет 159 долларов. Сумма немаленькая и не каждый готов с ней расстаться, но ты знаешь, что делать, поэтому заглядывай в мой телеграм-канал. Теперь, друзья, давайте посмотрим, где находится этот плагин после его установки. Итак, мы переходим в фильтр. Здесь мы видим Tapas Labs и здесь установился наш плагинчик Tapas Photo AI. Давайте запустим его. И что самое интересное, когда вы открываете фотографию в этом плагине, то он сам определяет, что ему нужно сделать. Побороться ли с шумом ли, улучшить ли резкость. Но это не всегда работает, поэтому мы с вами посмотрим, как нужно пользоваться этим плагином для того, чтобы не всегда доверять автомату, а выполнять необходимые настройки вручную. И сразу хочу отметить, когда этот плагин открывается через Photoshop, то он выполняет всего лишь две настройки. Это он может повышать резкость и может снижать шум на фотографии. Но при этом размер изображения он увеличить не сможет. Здесь даже внизу есть такая надпись, что изменение размера изображения в Adobe Photoshop невозможно. Замечательно. Таким образом, для того, чтобы показать устройство и действие, и возможности этого плагина, давайте мы все-таки с вами его закроем, выйдем из Photoshop и откроем в отдельном окошке. Запускаем плагин Tapas в отдельном окне. И я просто легким движением руки перетащу сюда фотографию, которую хочу улучшить. И, друзья, что произошло по умолчанию? Плагин Tapas увеличил мою фотографию в 2 и 3 раза. Размер исходника 1600 на 1200, он автоматически выставил там 1300 на 2700. Но если вы не хотите, чтобы он после запуска вам увеличивал размер изображения, необходимо пройти в настройки преференции, которые находятся в верхнем левом углу, кликнуть AutoPilot. Давайте пойдем с вами по порядку. Верхний левый квадрат, левый блок автоматически определяет жанр вашего изображения, для того, чтобы правильно его обработать. И если вы работаете чаще с пейзажами или только с портретами, вы можете здесь по умолчанию выбрать необходимый вам тип настройки, и каждый раз при открытии этот плагин будет сразу выставлять то, что вы настроили. Дальше, друзья, у нас есть вот такая кнопочка, это автоматическое определение лица. Если это портрет, это нужно плагину для того, чтобы прорисовать маску. Маска определяется для того, чтобы когда плагин работает с улучшением резкости или снижением шума, чтобы кожа, волосы модели не были испорчены работой этого плагина. Поэтому накладывается масочка, и работа плагина не затрагивает портрет. Но вы можете сами маску доработать в ручном режиме. Я чуть попозже вам покажу, как это делается. Левый нижний квадрат у нас вы можете выставить либо какой-то один, либо убрать все настройки, работать в ручном режиме. То есть вы обозначаете границы работы этого плагина. Здесь, соответственно, есть легкая обработка, средняя и жесткая, сильная резкость. По умолчанию у вас стоит Medium и High. И нижний правый квадратик у нас отвечает за то, чтобы автоматически увеличивать размер изображения, если плагин посчитал его маленьким, как в моем случае. Поэтому выставляем здесь None, нам этого не нужно. И перезапускаем плагин. Вам нужно просто его закрыть и еще раз открыть. И теперь давайте посмотрим, как плагин сработает в этот раз. Итак, перетаскиваю фотографию. Он теперь уже фотографию не увеличивает. Он оставил ее такой, какой она есть изначально. Но он определил, и абсолютно верно, что фотография шумная. И автоматически здесь удалил этот шум. Давайте сразу посмотрим, как он это сделал. И обращаю ваше внимание, что в нижнем левом углу стоит ползунок, который показывает работу плагина. Если вы измените положение изображения, либо увеличите его размер, либо уменьшите, то нижний ползунок начинает работать. И пока он не дойдет до края, пока шкала не заполнится, действие плагина на экране вы не увидите. Я увеличу размер изображения на 200, чтобы посмотреть, как хорошо он справился с шумом. Ну, по-моему, невооруженным взглядом видно, какой дикий цветной шум находится на оригинальном изображении. И как он аккуратненько уже справился с ним, обработав этот шум. Ну, давайте теперь посмотрим, что еще может этот плагин. Изображения птиц, животных, особенно снятых издалека, требуют хорошей резкости. И, как правило, такой звонкой резкости во время съемки добиться бывает очень тяжело. Особенно, если у вас не сверх какое-то дорогое оборудование. Но этот плагин может это поправить. Давайте кликнем на Sharpen. И у нас здесь стоит три настроечки. По умолчанию ставится стандартная обработка. Здесь еще есть две настройки Lens Blur и Motion Blur. Поиграйте с этими настройками. Я ими не пользуюсь. Мне достаточно для усиления резкости стандартной настройки. Ну, и давайте передвинем фотографию на перышке. Здесь как раз можно будет увидеть, насколько этот плагин хорошо справился со своей задачей. И сделаю я увеличение, пожалуй, побольше на 400%. И так смотрим. Резкости-то он, конечно, добавил. Но вы видите, что у нас изображение пикселит. За счет того, что оно маленькое. Давайте мы его сразу увеличим. Ну, почему бы нет, чтобы посмотреть действия плагина на максималках. Давайте мы поставим ему задачу получить максимальный размер изображения. Итак, теперь мы видим слева у нас просто какая-то каша из пикселей. А вот справа проработанные перышки. Давайте сделаем чуть-чуть поменьше. 67%. Вот. Ждем, когда плагин отработает, потому что мы меняли масштаб. Ну и вот, как вы видите, справился он достаточно неплохо. Теперь у нас вместо вот этих квадратных пикселей есть неплохо прорисованные перышки на нашей птичке. И обратите внимание, когда вы работаете с размером изображения, вот здесь вот есть у вас такая настроечка. Enhance Resolution. Она сразу включается сама автоматически. Вот этот флажочек поворачивается вправо. И эта настройка работает тогда, когда плагин увеличивает изображение. Она вставляет недостающие пиксели. Размер у нас получился аж 11520 на 7200. То есть после этого эту сову можно распечатывать, я не знаю, на стену. Ну что ж, друзья, все здесь достаточно просто. Если вы откроете вот здесь настроечки, вы можете дополнительно поиграть с шумом. Также помимо предустановок есть еще ползунки, которые увеличивают действие того или иного фильтра этого плагина. И вы также можете добавить либо уменьшить детализации. Все достаточно просто. Осталось просто это изображение сохранить. Кликаем в правом нижнем углу Save Image. Выскакивает вот такое вот окошко. Здесь вверху нам предлагается в название нашей фотографии добавить какой-то определенный артикл. Ну для того, чтобы создать дубль фотографий, который будет отличаться от оригинала. И в названии будет содержаться суффикс Tapas, который подскажет, что вы над этим изображением поработали в этом плагине. И вот этот вот флажочек у вас показывает, какие настройки были добавлены в это изображение. То есть работа с шумом, увеличение изображения и увеличение резкости. Все три фильтра этого плагина были использованы и они прописываются в названии вашей фотографии. И вы можете этот флажочек снять и тогда просто добавится слово Tapas в название вашего файла. Дальше вы можете сохранить, выбрав необходимую папку. Я всегда сохраняю в том месте, в котором мне нужно. Никогда не доверяю вот эти установки по умолчанию. И здесь также у нас есть возможность выбрать папку. И после этого мы можем выбрать формат файла. Сохраняет он в четырех форматах. Это JPEG, PNG, TIFF и DNG. Так как у меня фотография была JPEG, я и сохраню его также в JPEG. Фотография получилась просто каких-то неимоверных размеров. Как сохранять, друзья, мы разобрались. Я сохранять не буду. Давайте я вам просто подскажу еще, что увеличение размера изображения действует, не только в этих предустановках. Вы можете выбрать размер вручную, выставив именно те параметры, которые вам необходимы. Давайте сделаю я, например, по размеру своего монитора 2560. И вот здесь вот кликну просто рядом на цепочку. И у меня высота автоматически выровняется на 1600. Перетаскиваю еще одно изображение и посмотрим, как этот плагин работает с масками. Этот портрет у меня создан в нейросети Midjourney. Я хотел бы его увеличить, потому что у меня он по умолчанию стоит 816 на 1400 пикселей. Я хотел бы сделать, конечно, это изображение побольше. Но смотрите, автоматически он у меня сейчас решил, что нужно увеличить резкость. При этом создал маску. И если мы с вами посмотрим, давайте я сделаю покрупнее 200. И вот обратите внимание, что наложенная маска у нас разгладила кожу и она стала такой замыленной. Поэтому, если мне нужно от этого изображения только его увеличение, я эти параметры, соответственно, убираю. Здесь увеличиваю размер, который мне необходим. И сохраняю уже изображение в нужном мне качестве, в нужном размере. Но я считаю, также этот плагин можно и применять при работе с портретами. Слегка разглаживать кожу, например. Давайте мы включим с вами маску. И я покажу, как работать с маской в ручном режиме. И теперь мы с вами перенесемся в верхний блок. Видите, когда я навожу, то здесь проявляется маска. И так как у меня на моем изображении лицо девушки заполняет практически весь снимок, ну то, соответственно, и такая маска получилась. Ну, это не важно. Мы с вами смотрим, как работает плагин. Давайте мы кликнем на маленькую кнопочку Refine. Здесь можно выбрать размер кисти. Слева добавляющая кисть. И справа стирающая кисть. И, соответственно, четыре размера этой кисти. Давайте я выберу большую кисть. И, например, мне необходимо убрать с волос эту маску. Или с лица, или с каких-то определенных участков. Вот так вот как-то эта кисточка работает. Кликнув вот сюда на квадратик, вы можете выбрать цвет кисти. Давайте я верну маску на лицо. О, а вот с волос можно убрать. Я бы не сказал, что эта работа какая-то точная и необходимая. Все-таки, наверное, было бы гораздо удобнее создать фотографию с изменениями и доработать уже в фотошопе при помощи масок и слоев. Ну, в общем, работа с маской здесь то еще удовольствие. Поэтому, если вам интересно, поковыряйтесь. Но все-таки лучше это делать в фотошопе, как я уже сказал. Ну вот, друзья, я вам рассказал о всех преимуществах и одном большом недостатке этого плагина. Как вы видели, это работа с масками непонятная и никчемная. А в целом очень интересный и крутой инструмент. Так работать шумом и так работать с резкостью. Далеко не каждый плагин и уж тем более сам фотошоп, ну, не может. Тем более, просто в один клик это делается все быстро и легко. А на этом мы обзорчик с вами сегодня заканчиваем. С вами был Серджио. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Добра и мира! Субтитры подогнал «Симон»!